Всем привет! Сегодня короткий урок и простой очень урок по поводу процедурных излучателей. По поводу того, что новые добавили в Roblox для них. Но в том числе я расскажу вообще полностью про эти излучатели. Потому что в предыдущих уроках у меня было очень кратко. А сейчас я расскажу и про сложный момент, как можно в скрипте их изменять. Ну новость, возможно, вы видели, что добавили эти процедурные излучатели частиц. Particle это частица, Particle Emitter это излучатель. И видите, с помощью них можно сделать различные штуки. Какой-нибудь дым, например, из трубы. Можно сделать салют и так далее. Но салют сделать сложно. Без скрипта, без программирования салют, наверное, не получится. Так, ну давайте разберем, что у нас за эмиттеры такие. Заздаем Part деталь. С помощью плюса добавляем эмиттер. В Explore Particle Emitter. И вот у нас появляется стандартный эмиттер. Давайте, чтобы нам не мешались другие эмиттеры, куда-нибудь его перенесем. И давайте посмотрим Properties в свойствах. Причем перейдем не на нашу детальку, не на Part. А перейдем на Particle Emitter. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Мы можем задать цвет. Цвет меняем просто. Задали. Но вы тут видите, что интересно, что цвет у нас задается последовательностью цветов. Так что мы можем сделать, чтобы... Ну уже мы видим результат, что начинается с красного цвета. И в конце жизни частичка становится белой. Мы можем добавить еще какие-нибудь точки здесь. И добавить другой цвет. Например, красный переходит в зеленый, а в конце жизни становится белым. Это все можно запрограммировать в скрипте. Но это, возможно, не так просто. Я покажу. На самом деле все просто. Давайте посмотрим на эту линейку. Здесь временная шкала. Но эта временная шкала всегда начинается на ноле. Вот здесь ноль. И должна заканчиваться на единичке. 1.0. Ну вот здесь мы видим единицу. Дело в том, что мы можем в других параметрах, сейчас мы дойдем до них, указать, сколько секунд живет наша частичка. По умолчанию давайте найдем этот параметр. Где у нас тут? Particle, Particle. Так я правильно. А, сейчас я на Part встал. Надо опять на Emiter. Particle Emiter. И давайте здесь посмотрим. Вот. Lifetime. Сколько живет наша частичка. Минимально живет 5 секунд. Максимально живет 10 секунд. Давайте сделаем, например, вот так. 1. И напишем, например, 2. И сейчас мы уже видим, как у нас изменилось. Наши частички старые еще улетают, которые до 10 секунд живут. А новые пошли. И они живут от 1 до 2 секунд. Причем вы можете указать здесь, например, вот так. 0.1. Это значит, еще короче. Можно сделать 0.1. 0.2. Видите, такое искрение, например, над бокалом газировки. Вот. С помощью этого параметра мы можем много чего изменить. Так. Я вернул, как было, от 5 до 10 секунд. Давайте теперь разберемся. А, ну и смотрите. Что же у нас является временной шкалой? От 0 до 1. 1. В данном случае мы опять вернулись в последовательность цветов. 1. Это конец жизни нашей частички. Если нашей частички посчастливилось жить 10 секунд, то единица, это и есть конец ее жизни. Ну, кто уже изучал проценты, кто знает. Здесь 0% жизни. А здесь 100% жизни, когда частичка умирает. Это очень удобно, потому что частички у нас рождаются в этом излучателе с разной длиной жизни, как мы здесь указали. Мы можем одинаково указать длину. Например, 5,5. Так что все частички будут жить ровно 5 секунд и исчезать. И, кстати, чем хороши частички, они совершенно не нагружают сервер. Они не создают никакого трафика между клиентом и сервером. Все частички просчитывает компьютер игрока или телефон игрока. Так что можно спело их добавлять. Они никому не вредят. Здесь можно сдвигать вот эти полосы. Можно сделать ресет-сброс. Даем на какой-нибудь указатель ресет. Он сбрасывает. Сбрасывает. По умолчанию у нас белый цвет. Так что если вы хотите, чтобы частички все были зеленого цвета, то мы на первый треугольничек встаем. Ставим зеленый цвет. И встаем на последний треугольник. И тоже ставим тот же, например, зеленый цвет. Я надеюсь, попал в него. Вот вам и цвет. Но опять делаем сброс. Давайте какое-нибудь здесь сделаем. Пусть оно краснеет. И перейдем. Нам будет легче следить за жизнью. Чем более красная частичка, тем ближе она к своему концу жизни. Так. Light Emission. Ну вы видите, что, наверное, изменилось. Излучение света. Насколько светится эта частичка? Можно 0 без свечения. И до 1 здесь добавить, что свечение есть. Вы это значение, это свойство можете из скрипта менять. Вот у меня здесь есть заготовка некого скрипта. Я вам еще не показывал результат. Мы пока в редакторе находимся. Если я запущу, вы посмотрите, как он работает. Я еще к нему вернусь. Так. Light Influence. Ну вот видно, что... Мы можем затемнить. И осветлить. Давайте посмотрим, кстати, как... Сейчас я открою документацию. И давайте посмотрим, что означает... Так. Ну вот. Открываем браузер. Так. Мы открыли на Particle Emitter. И вообще, когда вы с чем-то разбираетесь, с чем-то столкнулись, не понимаете, открываете на сайте Roblox для разработчиков наш объект. Мы сейчас изучаем Particle Emitter. Извините, те, кому я пообещал легкий урок, у нас еще будут легкие части. Извините, что я туда-сюда прыгаю. Но тем не менее. Так. И давайте вот ищем Light Influence. И смотрим, что нам тут объяснять. Определяет, насколько частицы... Influence, как по-русски? Под влиянием окружающего цвета находится. Понятно. Насколько свет окружающий освещает эти частички. Так. Ну и мы возвращаемся опять. И поэтому можем... Мы можем сделать так, чтобы эти частички были всегда светлые. Чтобы на них не влияло внешнее освещение. Но не то, что вот мы ноль делаем. Ноль. На них не влияет никакое освещение. Значит, если мы сейчас выключим свет, то по идее они должны остаться... А где можно отключить? Так. Где у нас Lighting? Вот здесь Lighting. Давайте попробуем. Так. Солнечные лучи отключить. А, ну я немножко не то отключаю сейчас. Здесь нужно в свойствах. Так. Как его... Вот у нас есть освещение. Такое. Ambient. Мы его можем уменьшить. Давайте уменьшим. Здесь мы этого не видим. Почти. Ага. Вот яркость. Во. Вот давайте. Я затемнил. И теперь давайте посмотрим... Яркость вот этих партиклов. У которых я... У которых я сделал... Что они от освещенности... Их освещенность не влияет. Мы можем им, например, еще подсветить Light Emission. Излучение света. Например, мы делаем вот такое. И давайте сейчас поменяем опять свет. Свет на нашем Place. Lighting. И вот Brightness. Ярче и тусклее. Видно, как ярче и тусклее другие частички. Которых мы не трогали. В которых полностью зависимость от внешнего освещения. Тоже это важно для каких-то объектов. Например, вы хотите указать в ночной карте, где находится какой-нибудь вклад. И все игроки должны его увидеть. Если у вас темно, то, возможно, будут затемнены эти частички. И никто их не увидит. Так что вы можете использовать... Так, давайте я верну. Так. Вот так вот. Вернул как было. Так что вы можете использовать вот это свойство. Light Influence. Насколько зависит освещение частиц от окружающего света. Так. Ориентация. Ориентация этих частичек. Ну, вы должны понимать, что эти частички на самом деле... Как бы наклейки. Картинки. Вот наклейка, которая у меня здесь наклеена. Давайте, во-первых, заменим текстуру. Сделаем какие-нибудь смайлики. Открываем Toolbox. Ищем смайлик. Например, удивленный. А вот эти смайлики плохие, что в них нет белого цвета. Поэтому, если я этот смайлик сейчас поставлю вместо этой текстуры, мы не сможем цвет задавать. Цвет меняется только на белом фоне. Но может быть, что-нибудь сейчас найдем такое симпатичное. О, давайте вот такой смайл. Нажимаем правая кнопка на этом смайле. И здесь копировать Asset ID. И теперь здесь делаем в текстуре, делаем правая кнопка и делаем Paste. Вставить. Вот прям просто это число, номер. Так, появились смайлики. Так как они на белом фоне, то цвет меняется. Видите? От белого-красного. Я могу продемонстрировать. Сейчас вот эту хмурую улыбку сюда поставлю. Так, кнопка Paste. И видите, что она черная. Для демонстрации ориентации в пространстве нам этого хватит. Но пусть лучше остается цвет, нам будет еще виднее. Видите, как бы мы не вращали наши партиклы, они развернуты к нам лицом. Это для того, чтобы можно было рисовать вот такие вот снежиночки. Без затруднений, без лишних вычислений вашего компьютера. Чтобы все работало быстро, идти на телефоне и на смартфоне. Так, ну и возвращаемся вот к этой ориентации в пространстве. Тут написано, по умолчанию, значит, если мы ничего не меняем, а добавляем этот излучатель частиц, то у нас здесь выбран Facing Camera. Это значит, направлять лицом к камере. К камере, ну, через что мы смотрим? Игрок. Причем к камере каждого игрока по отдельности направляется. Я же вам говорил, что эти частички вычисляются на компьютере, планшете или смартфоне, или на приставке Xbox того или иного игрока. Так что вы повернули так, а, например, Вася из третьего B повернул так. Они будут для него повернуты так, а для вас будут повернуты вот так. Вот. Так, Facing Camera, это подворот к камере. Facing Camera World Up. Так, подождите, я пропустил момент. Ага. Вот. Ну, может быть, здесь будет виднее. Угу. Ну, вот здесь видно, что они поворачиваются. Давайте, кстати, посмотрим, как объяснение официальное. Вот, Facing, Facing. Facing. Он вверху. Так. Что-то я не вижу. Так, ребят, я что-то не вижу здесь. Может быть, это такой параметр. А, вот, извините, Facing. Ориентация. Показывает, как в пространстве ориентируются наши частички. Так. Если камера, понятно, что стандартно, как билборд, работает. Знаете, как билборды висят. А если мы делаем Face Camera World Up, то он направлен к камере, но повернут только по вертикальной Y-оси. Ну, разницу мы заметили. Я надеюсь, правильно вам перевел. И разница видна. Так. Facing Camera. Да. Ну, так более естественно, наверное. Так, давайте следующий посмотрим. Параллельно скорости. Параллельно скорости движения. Велосити Parallel. Вот смотрите. У нас они направлены вверх. И они параллельно движению, параллельно направлению ориентируются. Как же посмотреть другое направление? Давайте изменим другой параметр и посмотрим направление. Так. Здесь ниже. Вот скорость. Куда они у нас направляются. Так. Давайте я закрою. Так, 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 так. Вот. Emission Direction. В каком направлении излучать частички? Здесь у нас написано. Топ. Это значит верхняя грань. Вверх. Топ. Верхняя грань. Давайте сделаем, например, влево. И посмотрим, как у нас будут. Мы видим, как у нас направляются наши смайлики. Если делаем фронт, так направляются смайлики. Видите? Причем мы можем изменить, чтобы было еще яснее, делаем Velocity Perpendicular. Значит, они уже будут не параллельно, а перпендикулярно. Значит, перпендикулярно движению. Тоже можно интересные эффекты делать. С этим. Если facing camera, то опять понятно. Как бы мы ни повернули, они будут на нас смотреть. Так, пусть перпендикулярно будет. Давайте опять сделаем топ, чтобы вверх шло все это. Топ. Так, все пошло вверх. Как какие-то письма куда-то рассылаются. Санта-Клаусом, допустим. Так, давайте опять по порядку идем не пропустить. Текстуру мы уже делали. Размер. Размер единичка. Это значит стандартный размер. Но размер тоже задан не просто числом, а последовательностью чисел. Опять здесь есть время 0, 1. И мы можем сделать так, что в начале у нас размер, например, в нуле размер единица. Во времени 0, 2. Ну, это значит до конца жизни осталось еще там 3 четверти, допустим. Мы делаем размер четверка. И мы сразу уже видим, как у нас все влияется. Смотрите. А потом все опять идет вниз. И можно сделать зигзагом. Как угодно. Что сначала они становятся большими, потом маленькими. Вот можно. Сейчас давайте попробуем выберем. Выберем текстуру более подходящую. Сделаем дымок. Так, ребят, я не туда нажал. Toolbox. Я сразу здесь images, картинки. И здесь напишу smoke. Smoke. И найдем что-то подходящее. Так, smoke не то. Давайте cloud. Облако. Что-нибудь будет похожее. Во, вот такое нам подойдет. Правая кнопка. Копировать asset. И вот текстура вставляем. Так. Ну, в принципе, эффект симпатичный, конечно. Только с нашими цветами. И давайте тогда, наверное, нужно направить Face into Camera. Вот. У нас уже более похоже на дым. Какой-то химический дым в лаборатории алхимика. Кто смотрел цельнометаллический алхимик, поставьте лайк. Так, давайте дальше. Squash. Расплющивание. Расплющивание вот этой картинки. Ну, тут есть небольшой глюк в Roblox. Если мы сейчас изменим этот Squash, например, поставим 1 или там 10, мы изменения не увидим. Но можно, может быть здесь мы увидим изменения. Так, давайте. Время 0. Значение. Значение 1. Ну, и тоже попробуем зигзагом играть с Squash. Это вообще-то расплющивание. Ничего не изменилось. Но чтобы увидеть, что это начнет работать, можно просто игру запустить и остановить, и оно уже будет правильно просчитываться. Вот. Мы видим уже расплющивание наших облачков. Ну, эффект вы поняли, по крайней мере. Не знаю. Это может быть для салюта, для какого-нибудь подойдет. Для каких-нибудь приколов. Мне эффект нравится. Без всяких скриптов, без всего. Так, остановили. И все это начало работать. Этот Squash начал работать уже в редакторе. Так, давайте этот Squash сплющивание. Сплющивание мы нажмем Reset. Ну, тут в данном случае можно нажимать и нажимать Delete. Удалить. Вот эти точки. Так, здесь тоже делаем. Так, что-то оно интересно. А, возвращает Reset к тому, что было до редактирования. Поэтому мы точки удаляем. Конечные точки тоже надо удалить. Опять на Reset нажал. Ну уж, извините. Или может плюнуть, оставить как есть. Так, здесь V1. Вот это вот удаляем. И вот эту. Так, ну здесь тоже говорим. 1, 1. Так. Запустили F5. Остановили. Ну ладно. Нужно было 0 сделать. Но с другой стороны, смотрите. Вот мне нравится этот эффект. Этого дыма. Мы не смогли найти вытянутую, например, картинку для дымка. И с помощью вот этого эффекта сплющивания мы смогли добиться какого-то эффекта. Интересного. Так, дальше. Прозрачность. Ну, прозрачность тоже здесь мы можем сделать, чтобы наш дым сначала был непрозрачный, а потом потихоньку исчезал. Для этого мы сделаем мы делаем вот так. Так, в самом начале у нас 0 непрозрачный, а в конце жизни здесь он становится прозрачным. Здесь 0,95 указано. Так, давайте единицу укажем. И давайте посмотрим, становится ли он прозрачным. Кстати, я хочу сказать, что когда мы запускаем игру, там включается немножко другой движок. Там лучше просчитываются эффекты, лучше просчитывается физика. Да, вот здесь видно прозрачность пошла. И оно исчезает. Наш дым исчезает. Если мы уберем красный свет, то будет еще более похожим на дым. на настоящий дым. Так, ну давайте дальше двигаться. Где у меня этот? С прозрачностью разобрались. Z-Offset. Давайте я перейду к другой детальке, которая у меня висит над землей. Z-Offset это сдвиг по оси Z. вы знаете, Z-Offset Z-Oсь это вперед-назад. Вот нам эта ось показана вперед-назад. Мы можем... Вообще, это по наследству осталось от билборда. Кто делал на столбиках такие таблички висящие, вы можете повесить табличку перед столбиком или сзади столбика. И то же самое для наших партиклов. Вот давайте, например, сделаем Z-Offset 10. Ничего и не изменилось как будто, да? А мы начинаем смотреть. Ну давайте минус 10 сделаем. Минус 10. Все равно ничего. Так, ну давайте запустим игру. Что-то мне не нравится, что ничего не отображается. Так. Ладно, тогда я буду на этом дыму показывать, потому что на более плотных партиклах было было более видно, более понятно. Что же происходит? Так, Z-Offset опять делаем 10. И кстати, насчет этих Offset давайте я может быть более правильно вы знаете, вот смотрите на вот этот например парт. Я тут демонстрирую, что на одну деталь можно несколько излучателей частиц Particle Emitters поставить и им разные параметры сделать. Видите, у меня тоже расплющенный. Я одной сказал двигаться например через левую грань, другой сказал двигаться через правую грань. А то, что они по такой интересной траектории идут, ну давайте скакну немножко вперед. Я им добавил ускорение по неким осям. Давайте посмотрим, что же я добавил. Где это находится у нас? Так. акселерация ускорения. Я этому партику сделал ускорение по оси Z 11. Например, давайте я 0 сделаю и посмотрите, как будет вести себя сразу. Никакого ускорения по оси Z нет. но здесь плохой пример Z. Давайте я верну. Почему плохой пример? Потому что у меня не вверх она эти частички излучаются. Давайте я сделаю вверх. Пусть они излучаются. Тогда у нас оси будут совпадать. Так. Давайте эти пока я отключу. Из скрипта мы можем свойства менять enabled, а можем и здесь в редакторе прямо enabled. Разрешили частицы. Галочку убрали, запретили. Так. Вот смотрите, частицы у нас идут вверх. И давайте на акселерацию посмотрим. Акселерация 11 это ускорение вверх. Давайте я сделаю нулем. Ну мы почти ничего не заметили. А если я сделаю ускорение по оси X? Например сделаю 10. посмотрите у нас сразу вбок полетели наши частицы. Если я сделаю минус 10 то они полетят влево. Так. Ладно влево вправо. А давайте посмотрим акселерацию вверх вниз. Минус 10 делаем. Точнее не вверх вниз, а тут в данном случае период назад у нас получается. Минус 10 делаем 10 на нас полетело в нашу сторону. а Z я уже показывал. А кстати Z давайте минус 10 здесь поставим направление вверх. Они должны вверх лететь, но я поставил им ускорение вниз по оси Z. Смотрите они вылетают, а тут к ним применяется это ускорение и они начинают падать. тоже классный эффект. Можно сделать капельки воды и фонтан у вас будет интересно фонтанировать. Здорово. Давайте теперь посмотрим старые партиклы я удаляю. Эти партиклы я сделаю красного цвета, чтобы они были красными. И давайте сдублирую. Вот у меня а эти партиклы сделаю зеленым цветом. смотрите как-то они у нас перемешаны еще и моргают некрасиво. То эти впереди то другие впереди. Мы можем как раз поближе к зрителю какие-то разместить. Давайте разместим вот эти красные. Вот опять Z offset делаем 10. Все. Теперь красные всегда на один стат ближе к зрителю. Но так как они поворачиваются всегда к камере по умолчанию мы поэтому для нас эффект будет как будто они всегда и у нас красные они вдаль вдаль от зрителя пододвинулись. Понятно как работает да? Но естественно мы можем больше добавить. Давайте добавим еще один. Вот например добавляем синий. Как сделать чтобы синий был между красным и зеленым? Смотрите в красном смотрим у нас Z offset минус 1 а в зеленом 0 что у нас между минус 1 и 0 минус 0 5 например. давайте пишем минус 0 5 все у нас зеленый правда здесь наверное не сильно заметно знаете чтобы было заметнее мы давайте увеличим так красный чтобы немножко выше подлетали мы им делаем так но это из-за акселерации они так вниз у нас улетают сделаем им единица так что у нас красные чуть-чуть выше влетают ну вот теперь видно наверное зеленый синий красный так ну идем дальше на акселерацию мы скакнули z offset вы теперь знаете сдвиг ближе или дальше к зрителю к игроку нашему имя понятно родитель какой детальки подключен parent понятно архивейбл мы не трогаем тема отдельного урока вообще не нужно эмишн дирекшн это куда куда давайте опять перейду например вот этому кубику буду на этом показывать потому что там у нас несколько этих партиклов они мешаются так щелкаем на партикл и смотрим эмишн дирекшн вверх топ боттам начали вниз сыпаться наши снежиночки понятно front это в переднюю панель вот мы лицом когда стоим на нас летит front left влево right вправо и back back туда дальше от нас давайте опять делаем топ и переходим к следующим enabled это отключенные включены видите если мы вручную будем отключать включать можно сделать такие перерывы наших партиклов вот посмотрите на вот эти партиклы для них я написал скрипт я в цикле бесконечном цикле каждую секунду случайным образом включаю или отключаю эти партиклы меняю их ускорение в разные стороны и каждые три секунды уже не раз секунда каждые три секунды ну кто разбирается в циклах поймет как это все работает я им задаю последовательность размер я им задаю каждый раз новый ну вот смотрите вот у нас есть size размер size здесь единичка значит размера обычного а я здесь случайным образом задаю чтобы они были маленькие подрастали на временной метке помните временная метка давайте мы здесь это рассмотрим когда мы вручную редактируем вот мы нажимаем вот у нас есть эта шкала от нуля до единицы а здесь мы можем в скрипте задать number sequence это значит последовательность чисел создается такая табличка здесь первое число пара первое число здесь это время указывается ноль обязательно последовательность должна состоять хотя бы из двух чисел первая ноль вот показывает на шкале ноль а последняя обязательно один ноль если вы этого не сделаете будет ошибка здесь так на 0.25 нам нужно сделать случайное случайное значение так подходим к 0.25 вот 0.25 это если мы вручную делаем и здесь выбираем случайно от 1 до 2 вот например так но у меня скрипт каждый раз каждые 3 секунды здесь случайную точку задает понятно в чем крутота потом для 0.5 0.5 вот сюда мы смотрим здесь здесь время 0.5 середина вот ровно 0.5 здесь тоже задаем для 0.5 я уже задаю от 2 до 5 например вот так ну и все все ясно да как дальше теперь давайте в редакторе мы не видим совершенно обычные партиклы идут а стоит нам запустить нашу игру и мы наш скрипт начнет работать и мы увидим как необычно будут меняться давайте подойдем поближе к этим партиклам и посмотрим немножко сверху видите я не только размер я ищу и ускорение в разные стороны если бы мы делали дым то мы бы видели что он летит в разные стороны то к нам то от нас с обычными партиклами вы такое никогда не сделаете надо использовать скрипт ну вот это уже похоже ближе к салюту так что похожий скрипт можно конечно и цвета там менять и так далее можно придумать чтобы разные вспышки были цветов разные скрипт посмотрите сами я уже примерно объяснил не будем на этом останавливаться сейчас без скриптов дальше идем так мы дошли до вот этой штуки мы дошли до направления куда излучать извините на партикл справа ткнул и вот здесь теперь мы свойства именно вот этих частиц наших видим вверх все прошли разрешено включено выключено тоже посмотрели lifetime жить от 5 до 10 секунд я тоже про это вам говорил можно задать одинаковое время так что будут жить одинаковое время так rotation можно их поворачивать например повернуть это наверное на смайлах лучше видно ну или если мы увеличим видно ли будет поворот давайте посмотрим не вижу поворот давайте заменим их сейчас смайлами так смайлы смайлы или вот какой-нибудь молнии неважно чтобы они были не симметричные и сейчас вот эти молнии вставим сюда без текстуры enter так вот наши молнии видны давайте вернемся где мы rotate а ребят это я не так прочитал извините поздно записываю rate это количество ну как бы частота частота насколько много генерировать вот 100 штук я не знаю тут в секунду или во сколько если мы сделаем нолик то вообще все исчезнут сделаем единица или там 6 то будет возникать по 6 штучек так что это не rotate а rotation дальше идет вот давайте rotation rotation тоже есть минимальный поворот случайный от 10 например видите у нас уже повернулись вправо до 50 а максимально делаем в другую сторону и у нас будут случайные от минус 50 так подождите да у нас в градусах здесь измеряется видите от 0 до 180 градусов можно от 180 влево повернутые и до 180 если мы сделаем легонь ну небольшие градусы поворота кстати посмотрите у меня в начальных уроках я объясняю и про радианы и про радиусы у меня есть уроки про черепашку языки луа мы там все это быстро изучаем кто в школе не проходил даже там класс 3 и младше понимает такой угол поворота ну здесь вы по камере на экране видите куда они поворачиваются как так что вы не зная что такое градусы или радианы вы можете просто подобрать цифры чтобы красиво было так скорость поворота тоже можем от какой-то скорости видите начали вращаться скорость поворота и максимальная например вот такая тоже симпатичные можно делать эффекты может быть для дыма как раз и нужно делать какое-нибудь круглое облачко и чтобы оно медленно вращалось но единственное не такие цифры нужно сделать например вот здесь от 10 до 20 вот видите старые вращаются еще быстро а новые которые они потихонечку потихонечку вращаются так ну и скорость скорость с которой они у нас летят от 5 до 5 давайте от 5 до 15 и смотрим на наши частички жить они продолжают только сколько у нас указано от 5 до 10 секунд но они успевают пролететь за свою жизнь больше например случайно одной частичке выпало выпало счастье жить 10 секунд и выпала скорость максимальная так что за 10 секунд она успевает улететь далеко это еще не предел скорее всего могут еще выше улететь ну по крайней мере про скорость вы поняли мы здесь задаем 2 числа вот spread angle классная штучка здесь нули стоят насколько могут они отклоняться от своего направления мы можем указать например от минус 10 градусов до плюс 10 и смотрите что началось у нас так но это здесь мало видно но все равно видно что они начинают влево и вправо немножко шире улетать давайте больше сделаем например вот так 100 и 100 здесь уже виднее и давайте rate увеличим количество чтобы сразу массовая такая пошла штука ой что-то у нас происходит так давайте уменьшим десятку потому что мы их отклонили по вертикали и они начали они вверх перестали ну вот сейчас будет виднее урок у нас длинный получается но зато я все объясняю по всем пунктам видите уже не вертикально летит а небольшие отклонения я разрешил так еще раз выбираем particle чтобы видеть здесь так отклонения угол отклонения посмотрели и вот нахуй мы наконец дошли до новых свойств которые недавно в 2021 году в октябре ввели shape форма форма излучателя по умолчанию в старом роблоксе и сейчас по умолчанию коробка бокс кубик можем изменить сделать цилиндр так здесь плохо видно как она у нас излучает но мы смотрите мы сделали излучай сверху по поверхности так ну как мы это увидим давайте посмотрим сверху представьте что внутри цилиндр он вписан вот он цилиндр у нас лежит он вписан и он излучает по своей поверхности давайте посмотрим как будет меняться это излучение если мы мы так во первых давайте я наш эмиттер удалю хитрый и добавлю простой со снежинками вот на нем давайте опять смотреть ну а то я столько эффектов наменял и они мешают нам смотреть на вот эти свойства так выбираем опять свойства particle чтобы мы здесь увидели shape box делаем цилиндр и смотрим как у нас по цилиндру это начинает распространяться причем цилиндр вписан в наш кубик мы его не видим и не можем никак увидеть так давайте цилиндр меняем на диск диск он плоский в принципе мы разницу видим только что по углам по углам нашего квадрата не появляется не появляются частички если мы сейчас сделаем диск тоже не видим делаем бокс и вот сразу по углам видите начали появляться так давайте делаем сферу кстати как лучше видеть давайте лайфтайм наших частиц сделаем от 0.1 секунды например до 0.2 секунд и мы сделаем рейд чтобы их было много-много-много так 0.2 секунды у нас уже мало так 2 секунды давайте 1 секунда так что у нас сейчас выбрана сфера так давайте опять вернем коробка коробка излучает вверх вот видно коробочка меняем цилиндр цилиндр начинает вокруг себя излучать но ни вверх и ни вниз так диск диск плоский лежит внутри коробки и он излучает вверх так и сфера сфера должна излучать во все но она же вот у нас сфера вот здесь лучше видно смотрите почему здесь лучше видно а я здесь сделал направление перпендикулярно скорости ну перпендикулярно движению когда снежинки поворачиваются лицом в камеру мы не можем понять откуда же они идут давайте сделаем этот трюк направление помните вверху у нас есть ориентейшн делаем велосити перпендикуляр вот теперь мы видим что у нас где-то из центра в центре где-то есть у нас это фера и мы шар мы с нее излучаем давайте теперь посмотрим как коробка работает так ну он изнутри коробки начинает излучать окей из цилиндра в цилиндре мы теперь тоже прекрасно видим смотрим сверху и мы видим как вокруг нашего цилиндра из его поверхности излучается давайте диск посмотрим окей из диска но это не все вот есть еще такая хитрая штука у некоторых вот этих форн есть такая штучка называется shape partial надеюсь правильно произнес помолчать не единица но мы можем написать например здесь 0.5 а что же изменится а мы можем сделать вот сейчас у нас диск мы из диска можем сделать бублик в середине середина диска а здесь если единица вот смотрите то диск полностью если мы будем уменьшать 0.1 например поставим то останется вот такой вот бубличек но если 0 вообще перестать должно работать понятно вот этим числом мы можем увеличить как бы частичность фигуры частичность хорошо по-русски говорю сделаем 05 где-то вот у нас в серединке дырка так давайте посмотрим уже не диск а коробка у коробки это свойство исчезло видите это свойство работает только для цилиндра так а в цилиндре ну тоже диаметр цилиндра наверное изменяется давайте посмотрим чтобы не гадать у меня здесь уже где-то открыто так цилиндр цилиндр так shape style а мы еще дойдем дойдем вот партия в цилиндре а оно влияет на радиус верхней верхней плоскости смотрите благодаря этому мы можем сделать конус сейчас давайте увеличим так цилиндр у нас равномерный и как бы и снизу и сверху одинаковый а мы можем сделать ему вверх поменьше смотрите цилиндр но вообще-то он уже сделан меньше просто как-то вот у нас плохо видно давайте снежинки эти опять направим не перпендикулярно например а параллельно так виднее нет плохо видно давайте сделаем к камере и давайте просто поиграем с этим числом 05 давайте сделаем очень маленьким похоже на треугольник так давайте скорость уменьшим скорость давайте единичку тогда мы возможно да вот форма более видна видите уже получается какой-то у нас конус так лайфтайм ну пусть видим конус конус я четко вижу мы можем увеличить вот эту детальку давайте я сейчас увеличу вот и конус будет более виден виден елочка например видно что вверху у нас так опять возвращаемся к этой к этому свойству которое за верхнюю часть нашего конуса отвечает давайте сделаем единичка все цилиндр у нас стал одинаковым он излучает цилиндр стал такого же радиуса он вписан в наш кубик и верхняя его плоскость и нижняя и верхняя они вписаны ну вот можно взять например вот вот этот вот цилиндр поставить его на бок точнее на попа и вот поймите что вот это вот радиус вот этой вот этого круга и вот этого круга они одинаковые мы можем менять радиус только верхнего если вам нужно сделать перевернутый конус вы просто берете и нашу деталь переворачиваете вот так например мы ее так перевернули и давайте сейчас у партикла сейчас рупор сделаю партикла делаем 0.1 и смотрим да пожалуйста вот наш этот рупор появился кстати если я делаю деталь непрозрачной то мы этого не увидим давайте к следующему посмотрим так скорость увеличим скорость жизнь увеличим пусть 2 секунды будет скорость чтобы куда-то вылетала пусть там троечка начинает вылетать за деталь окей теперь давайте посмотрим направление направление тоже новый новое свойство property у излучателя частиц мы можем указать как бы излучай наружу раньше по умолчанию так было теперь можно сделать излучай внутрь и он как бы в себя начинает засасывать тут смотрите у нас этот рупор вписан появляется наша частичка на поверхности этого цилиндра но он в данном случае как конус как рупор и начинает уже двигаться не наружу а внутрь тоже неплохой эффект например вы концентрируете энергию какую-нибудь линдзя или ядерную энергию не знаю так а можно включить и внутрь и наружу вот in and out и посмотрите какой эффект сразу излучает и внутрь и наружу в заданной форме мы можем не цилиндр можем опять сделать госк, бокс, кубик и вот такой эффект кстати кто-то делает очень большой кубик прозрачный включает там эмиттер и создает снег у вас в игре или дождь можно несколько таких кубиков расставить чтобы было больше частиц потому что вы видите что мы в рейте мы больше 100 частиц указать не можем так ну-ка вручную а а вручную я смог тысячу поставить частиц но вообще большое количество частиц может все-таки затормаживать ваш компьютер ладно пусть пока тысяча остается так я сам кое-что узнаю чего нет в документации вот теперь смотрим shape style volume volume это объем вот сейчас у нас выбран кубик и излучение идет по объему этого кубика значит внутри а мы можем выбрать не объем а например поверхность surface так давайте-ка я сделаю излучение излучение наружу как у нас было так вот у нас он повернут зря он у нас был повернут мы его повернем опять как у нас был наверх вот оригинально так он у нас находится вот идет излучение вверх и вы видите излучение у нас сейчас не внутри не в объеме не в кубике а в той поверхности ой из той плоскости которую мы выбрали а плоскость вот она emission direction мы выбрали топ верхнюю плоскость давайте выберем например bottom нижняя и он начинает излучать из нижней плоскости ну естественно можно выбрать left из левой можно в скрипте переключать то ту то другую излучать туда сюда и так далее так ладно пусть остается топ мы подходим уже к концу про акселерацию про ускорение я вам говорил вот это новый давайте я посмотрю документацию если я что-нибудь забыл например так форму мы ну вот здесь в картинке видно вот у нас диск выбираем здесь ака вот что я вам не показал конус я вам уже примерно показал цилиндр излучения показал вот такой эффект примерно показал когда мы из цилиндра вырезаем выкусываем что-то а вот про сферу я не показал так давайте выберем форму форму эмиттера shape сфера вот она сфера так выберем выберем не поверхность а volume и вот у нас уже задано shape partial часть часть окружности насколько уменьшить окружность получается вот такой вот у нас конус смотрите если я сделаю например единица то у нас будет просто излучаться из шара давайте сделаю например 0.7 и посмотрите у нас от шара внизу сектор выкушен так но здесь плохо так давайте вот так попробуем снизу посмотрим здесь видно выкушен конус такой если мы сейчас уменьшим еще например 0.5 то у нас останется половина нашего шара которая излучает вот сбоку будет видно да видите полусфера такая и она излучает вверх если еще меньше сделан например 0.3 получится вот такое излучение очень интересные эффекты и как пишут в комментариях на форуме ребята что говорит наконец-то мы можем делать такие же эффекты с частицами которые мы можем делать в блендере для анимации так давайте смотрим дальше что-нибудь пропустил или нет мы все посмотрели стиль шейпа посмотрели направление внутрь наружу посмотрели частичная фигура для цилиндров для дисков для сфер посмотрели ну мне очень нравится я буду в куче уроков это использовать потому что мне нравится как все это выглядит и как это легко делать и без всяких скриптов ну а скрипт вы посмотрите я загружу этот урок хотя что тут смотреть и так все понятно ну может быть посмотрите как вот я случайно задаю вектор акселерации ускорения и видите этот вектор я еще умножаю на 10 потому что иначе слишком маленькое ускорение почти не почти не отклоняется никуда наш дымок здесь я включаю выключаю здесь задаю ну уже про это говорил ну что большое спасибо тем кто слушал урок ставим лайк подписываемся друзьям говорим самое главное не забываем про наш дискорд сервер который самый большой в русскоязычный по роблоксу создатель роблокса есть моделлеры есть кто рисует текстурки есть кто скриптам учится есть кто игры уже делает кто находит себе там друзей ну и донатики мне шлем если что пока 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 не забывай